Павел, вот прошел турнир крупный в городе Климовске, организованный подольской бойцовской лигой. Первый вопрос, как вы оцениваете состоящееся мероприятие? Ну, могу сказать, двояко оцениваю. В первую очередь, конечно, хочу всех поздравить с победой наших ребят. Это были очень тяжелые бои для всех. Ребята все показали свой характер. Ребята все бились с иностранными соперниками, которые гораздо выше их в рейтинге. Но все наши ребята выступили достойно и все одержали победы. А какой бой больше всего запомнился или что-то у кого-то не получилось? Ну, естественно, хороший бой показал, как ты рассчитывал, как Софи Кусаров. Федя Чудинов растет, развивается, растет, но добавляет. Он уже добавляет, как выступает в наших ребятах, он только добавляет. Сумасшедшие бои, конечно, показал, как всегда, Рома Андреев и Коля Патаренко. Здесь у всех на твердые пять плюсов. Вот хорошее начинание. Прошло два таких крупных турнира, которые организовала Подольская Больцовская лига. Что в планах ближайшие? Ну, на год, на полгода. Ну, во-первых, в планах, на самом деле, сейчас в это отдохнем. Осенью будем планировать турнир серьезный, как и планировалось. В этот раз у нас это планируем на ледовом нацелитесь. И планируем сделать нашим ребятам, пока оставлю это в тайне, но один чемпионский бой, либо за звание чемпиона Европы, либо за звание чемпиона мира. Также, помимо мероприятий, касаемых просто боксерских, мы рассчитываем дальше заниматься еще тем, что, возможно, с помощью правительства Московской области у нас двинется с мертвой точки вопрос о каком-то взаимовыгодном сотрудничестве и строительстве какого-то нового комплекса спортивного. Сегодня мы общались с министром спорта Московской области. Он нас поддержал во всех наших начинаниях. Мы друг друга поняли и будем сотрудничать в этом направлении. Ну и в свете, так как в России прошло два крупных турнира, это сегодняшний турнир в Климовске, да, и вчерашний турнир, где участвовали наши прославленные боксеры. Это прежде всего Александр Поветкин, русский Витязь, который нас порадовал, и Денис Лебедев, да. Так как они все являются друзьями подольской бойцовской лиги, и Ваш комментарий об этом ночью поединок? Ну, комментарий, как говорится, излишний. То есть Саша Поветкин провел бой на 5 с плюсом. Он был заряжен на победу, он был настроен, он добился этого. Денис тоже самый был заряжен на победу, но, к сожалению, сами видели вот эту травму глаза. У него затек полностью правый глаз, у него правосторонняя стойка, то есть, естественно, там сумасшедшая была травма, и сейчас, дай бог, Денису здоровья, чтобы оно все нормализовалось побыстрее. Ничего страшного, прорвемся. Будет реванш, я надеюсь. Будет реванш, все еще впереди. Самое главное, что в любом случае будем все болеть. 5 октября за Сашу Поветкина, и я уверен на 100%, что Саша победит. Кто бы что ни говорил, какие мастера, то-то. Саша, это личность, это он настроен, в первую очередь, морально. Морально настолько, что он готов сейчас... Инопланетянин ему поставить, он его просто пришибет. Вот и все. Поэтому я даже не сомневаюсь в победе Александра Поветкина с ключом. К сожалению, он не смог сегодня приехать. Звонил он после вчерашнего боя, немножко устал. Обещал подъехать. Обещал подъехать, позвонил, передал всем привет. АК Боксин, Александру Колесникову, всем нам. И я думаю, все будет отлично. А сегодня всем зрителям спасибо. Была обалденная поддержка. Спасибо тебе, Саш, за то, что являешься постоянным нашим... Я даже не знаю, как это сказать. Но уже другом, который приезжает и снимает все наши мероприятия. Спасибо. От тебя лично, Подольской бойцовской лиги, всему российскому профессиональному боксу большого развития. А Саше Поветкину удачи в бою и успеха в этом бою. Мы будем за него болеть, быть рядом. Спасибо.